Девушки отдыхают Уже некогда? О, нет Что такое? А вот и самое страшное Моя мама приедет на праздники Не переживай ты так До ее стандартов дотянуть невозможно Нужно быть минимум Бейонсе Ставшие после событий первого фильма неразлучными подругами Эмми, Кики и Карла готовятся к встрече Рождества Но в самый разгар праздничной кутерьмы К ним заявляются в гости их мамы Казалось бы, что тут плохого Но мама Эмми, привыкшая все контролировать И вечно недовольная перфекционистка Мама Кики, приставучая липучка Не отходящая от ненаглядной дочери ни на шаг Ну а мама Карла, вечная тусовщица Которой от наследницы нужны лишь деньги на беззаботную жизнь Новый год должен быть праздником для всех И для нас тоже Без выпендрежа Показухи, суеты и лишних заморочек Позасунут себе свои елки Не буквально, конечно Но вы меня поняли Да, мы поняли После выхода в прокат фильма Очень плохие мамочки Сценаристы-режиссеры Джон Лукас и Скотт Мур Сошлись во мнении с продюсером Сюзанной Тодд Что аудитория жаждет увидеть Продолжение приключений Яркого трио главных героинь картины В первом фильме авторы затронули Животрепещую тему Не нравится быть мамой Но иногда все просто из рук валится И это меня бесит Когда они начали обсуждать темы Возможного сиквела Как-то из-под валь всплыла тема Рождества И было решено, что это будет Про новогодние праздники Главная героиня Отнюдь не ненавидит Рождество Все любят этот праздник Но иногда он требует Ото всех Особенно от мам Слишком многого Весь сюжет нового фильма На самом деле Строится на отношениях Между мамами С их собственными матерями Мы просто выбрали Рождество Как идеальный фон Для создания конфликта Мне кажется Отношения взрослых дочерей Которые сами уже стали мамами С их матерями Это самые напряженные И непредсказуемые отношения Полные ссор Любви и смешных моментов Поэтому мы и воспользовались Вечной историей Чтобы вдоволь над этим Всем посмеяться Да к тому же В канун Рождества Джон Лукас и Скотт Мур Уже не в первый раз Изучают тему Рождества С комедийной точки зрения Их авторству Принадлежат сценарии Праздничных комедий Новогодний корпоратив И Четыре Рождества Объясняя свое Неоднозначное отношение К этому празднику Авторы сиквела Очень плохие мамочки Два Отмечают, что Рождество одновременно И любят, и ненавидят Потому что этот праздник Опрокидывает всех навзнич Их фильм предлагает Новый взгляд на Рождество Кроме того Комедийная лента Поможет зрителям Переосмыслить роль мам В предпраздничной суете Как и в первом фильме В картине Очень плохие мамочки Два Мы поднимаем Очень злободневные вопросы Под воздействием обстоятельств Наши героини Вынуждены нарушать Какие-то личные Социальные и культурные нормы Они терзаются Угрызениями совести И позволяют чужим людям Заронить в них зерно сомнения В том, что они хорошие мамы Мы хотели показать Что нет ничего зазорного В том, чтобы быть собой Можно не так уж сильно Переживать о рождественских подарках Праздничном ужине И всем прочим В конце концов В Рождестве должно быть Больше праздника И меньше стресса Дочь считает меня строкой Я от матери как-то получила пощечину Только за то, что была В сандалиях на яхте Тогда были другие времена Два месяца назад У меня свидание С Сантой номер два Где вы познакомились? На эпиляции Охренеть! Он как дорожный конус У него такие добрые глаза Хочу ребенка От тебя Санта номер два Вообще сразу две хитовые Прошлогодние комедии В 2017 Получили сиквелы Которые переключают Фокус повествования На старшее поколение Помимо очень плохих мамочек Таким приемом Отметились и авторы Здравствуй папа Новый год 2 Их вполне можно понять Когда конфликт Между главными героями Исчерпывается Еще в первом фильме А паковать железо Пока тебя нет Терли от кассы Очень хочется В воле-неволе Приходится придумывать Новые проблемы Общие и объединяющие Родители на эту роль Подходят как нельзя лучше Ведь в комедиях Нормальных предков Днем с огнем не сыщешь Сплошь эксцентричные фрики Только выбери Уже придуманный И не раз обкатанный В других хитах Типаж И экспериментируй сам Эти фильмы Очень много значат Для женщин всего мира Будь вы работающей мамочкой Или домохозяйкой Или пытаетесь Сочетать эти два амплуа Наши фильмы Помогут вам Осознать главное Вы не одиноки Я думаю, что даже мужчины Будут не против Посмотреть этот фильм И увиденное Их не разочарует Мамочкам нужно Иногда выпускать пар Женщины остаются Женщинами Нашим героиням Просто необходимо Иметь хоть какую-то жизнь Помимо их святых Материнских обязанностей Поэтому, когда я Прочитала сценарий сиквела То сразу сказала Да, я должна Сняться в продолжение Потому что здесь Опять показано Все то, от чего Каждая женщина Иногда хочет Избавиться Фильм Очень плохие мамочки Смог найти путь К сердцам зрителей Кажется, многие зрительницы Только и ждали Возможности Понаблюдать за тем Как такие же мамочки Как они сами Умеют отрываться В сиквеле Мы расскажем Самую запутанную Лавстори Которую только Можно себе придумать Историю любви Между матерью и дочерью Каждый зритель Так или иначе Может понять Мать Вы либо знакомы С какой-то мамочкой Либо сами Являетесь матерью И скорее всего У вас есть Собственная мама Материнство Понятие универсальное А в современном мире Еще весьма Стрессовое Потому что от мам Ждут, что они Всегда будут идеальными Готовыми к любому Повороту семейной жизни Они все такие Прям милые Добрые и веселые Которые даже И помыслить не могут О негативных эмоциях Но мы не такие Все мы люди А люди есть люди С самыми разными Эмоциями, настроениями И привычками В этом вообще Суть существования Нашего вида На планете Земля По себе знаю Что материнство Это самое стрессовое Состояние И время жизни Для любой женщины Поэтому нашим фильмам Мы проливаем свет на то О чем все мамочки Боятся говорить вслух И обсуждать Но показываем это С комедийной точки зрения Мамочки постоянно Находятся в стрессе Они матерятся И иногда реально Хотят выпить И это нормально И вот как раз способность Немного расслабиться И быть внимательной Прежде всего К себе Позволяет нам И быть хорошими мамами По отношению К нашим детям Мы умеем Разграничивать сферы Нашей ответственности И желание отдохнуть А не все время Как проплятое И посвящаем детям Продюсеры Продюсеры довольно долго Обсуждали с Милой Кунис Кристен Белл И Кэтрин Хан Кого бы они хотели видеть В ролях матерей Своих героинь Кинетографисты Стремились подобрать Актрис со схожими Чертами характеров Чтобы дочки матери Выглядели убедительно Матери главных героинь Должны были наглядно Показать Почему Эмми Карла и Кики Выросли такими Родители знают Все слабые места Своих детей Поскольку они сами Эти слабые места Запрограммировали Мама Эмми Излишне заносчива Мама Кики Не признает Никаких границ А мама Карла Сама тусовщица Поэтому неудивительно Что ее дочь Выросла такой Какой выросла Продюсеры Целенаправленно Подбирали актрис Из разных возрастных Категорий Чтобы показать Как меняются отношения Матери и ребенка С возрастом Таким образом Авторы комедии Получили возможность Выбирать из лучших Актрис Голливуда В итоге На роль мам Были отобраны Кристин Барански Шерил Хайнс И Сьюзан Сарандон Кики Мам Привет, мам Эмми Мам Нельзя дочку На Пасху навестить На Новый год Да пофиг Теперь я буду Рядом с тобой Каждую секунду О, нет Где ваша елка? Что-то совсем забегу Но явно не успел Залибу Моя героиня Никоим образом Не стремится Стать идеальной Я решила, что Айсис не должна Отдавать отчет Своим действиям В противном случае Она казалась бы Отвратительнейшей особой Как же можно показать Несознательного человека Так, чтобы он Не казался умственно Отсталым Мне кажется, она сама Не до конца выросла Да и Карло Она родила очень рано Можно сказать, что Мать и дочь Взрослели вместе Она не судит Других людей Она пытается Адаптироваться к проблемам А не решать их Наверное, поэтому Ее жизнь Настолько нестабильна Она просто решила Что будет счастлива Несмотря ни на что Сэнди может Порой показаться Инфантильной Но они с Кики Вылеплены из одного теста Они обе милые И руководствуются Исключительно Благими побуждениями Поэтому Кики Очень непросто Роптать На порой Неадекватное поведение Мамы У Кристен Белл Очень хорошо Развита интуиция У нее Отличное чувство Юмора Она держит себя В руках Насколько бы Комичной Ни была ситуация И точно знает В каком месте Надо начинать Свою реплику С ней очень приятно Работать С профессиональной Тучки зрения Если Эйми Перфекционистка То Рут Суперперфекционистка Вы поймете Откуда что берется Как Эйми Обрела многие Качества своего характера И насколько Мучителен для нее Назидательный тон Нет темы Более душщипательной Чем человеческие отношения И нет почвы Более благодатной Для комедии Чем отношения Матерей и дочерей Тем более В Рождество Когда именно Матери Мамочек знают Как оно должно быть На самом деле Ведь только они Якобы истинные Хранители традиции Только они знают Как правильно Праздновать Рождество Чтобы все были счастливы От детей до взрослых Вот на эту тему И высмеиваются мамы Надо признать Что авторы Очень плохих Мамочек 2 Выбрали далеко не худшие Образцы типажей Для троллинга А ответственный за кастинг Не схалтурили Кристин Баранский Шерил Хайнс И Сьюзен Сэрендон Прекрасно вписались В свои роли Хотя развернуться им Тут особенно негде Одна отыгрывает На трех блатных аккордах Строгую Мегеру Вторая в великовозрастную Дурочку Третья оторву То есть доведенной До абсурда копии Своих дочерей Конфликты между поколениями В итоге вполне понятны И логичны Но тут мы упираемся В главную проблему сиквела Складывается ощущение Что дальше синопсиса Фантазия авторов Не пошла А вдохновение Так и не посетила Вот только подумай Что я среди нас Самая долбанутая Как ты ляпнешь что-нибудь Мы ходим под ручку О боже И у меня вдруг Все зашибись Мне очень понравилась идея Снять фильм о том Как наши мамы Загружены И зачастую У них не остается Времени следить за собой Они заботятся Лишь о детях И о мужьях Наши женщины Центр вселенной Они заслуживают того Чтобы их подвиг Заметили и оценили По достоинству Я кстати большой фанат Всего женского кастинга Фильма Очень плохие мамочки А когда его удвоили Еще прекрасными дамами То мне не оставалось Ничего другого Как сразу с радостью Согласиться на съемки В роли стриптизера Правда Искусство соблазнительного танца Далось мне не так просто Кто-то боится высоты Кто-то выступление на публике Я же боюсь танцевать Роль в этом фильме Была настолько необычной Что даже сериал Это мы Покажется скучной За умные лекции Как отмечают Кинообозреватели Было бы неправильным Утверждать Что очень плохие мамочки Два Провальное кино Но оно заметно Уступает предшественнику Который Честно говоря Тоже звезд С неба не хватал Хотя ждать Чудо здесь было не с чего Это всего лишь Быстрый сиквел Который кидает в мешок С подарками Для своих зрителей Все подряд До чего воврали Дотянулись сценаристы Не гнушается Переработкой Старых шуток А провисание Нехватку фантазии Затыкает Хулиганскими приколами Ниже пояса Последние в сиквеле Стали еще смелее Но вряд ли смешнее Субтитры создавал DimaTorzok